Разыскиваются добровольцы. Молодежному центру нужны люди, которые будут раздавать солдатскую кашу, георгиевские ленточки, помогать детям и старикам. Город готовится к двум масштабным акциям. Это весенняя неделя добра и волонтеры победы. Такая коробка смелости уже установлена в молодежном центре. Подобную можно поставить в каждой организации города. И в течение Всероссийской недели добра с 16 по 24 апреля складывать подарки для пациентов онкоотделения областной детской больницы. В том месте, где проходит эта процедура, стоит так называемая коробка смелости, где находятся игрушки. И ребенку говорят, если ты будешь хорошо себя вести, не бояться, терпеть боль, то любую игрушку, которую ты видишь, можешь после процедуры подойти и выбрать. Всего акций будет 19. Организуют сбор подарков для ветеранов, помогут отремонтировать квартиры малоимущим семьям. Детей из них сводят в кино, театр, музей, соберут корм для приюта «Четыре лапы», устроят свободное объятие на улицах города. Густа я почти на протяжении всей недели с табличкой «Свободное объятие», «Обними меня», ну и, соответственно, дарить радость себе и всем окружающим людям. Акций чужих детей не бывает. Это непосредственно сборы в торговых центрах нашего города. Там ребята будут стоять и принимать натуральную помощь, то есть это различные товары, канцелярские принадлежности. Акция «В имя добра» – это уже денежный сбор, тоже проходит в торговых центрах нашего города. Собранные средства направят одному больному ребенку, его кандидатуру сейчас утверждают. Впервые в городе организуют сбор батареек, а заодно напомнят горожанам о загрязнении окружающей среды. Поучаствовать в «Неделе добра» можно тремя способами – стать участником, организовать свою акцию или стать спонсором. В этом году часть акций перешли в отдельное движение «Волонтеры Победы». Волонтеров необходимо набрать 250. Одни будут накладывать солдатскую кашу на площади, другие – раздавать 50 тысяч георгиевских лент. Им выдадут форму 40-х. Количество лент в этом году уменьшится, чтобы люди после праздника их не выкидывали на тротуар, а хранили до следующего дня Победы. Набирается команда ребят, которая сопровождает, помогает ветеранам выйти из автобусов, пройти на места, где проходит празднование, принести воды, если это имеет место необходимость. Стать волонтером можно, заполнив заявку на сайте молодежьсеверодвинска.рф или по телефону 56 28 46. Продолжение следует... Продолжение следует...